После нашего последнего хоккейного обзора «Маяк Гранит» провел в разных турнирах 5 матчей. В первом полуфинале Кубка Челябинской области озерчане на выезде разгромили хоккейный клуб из Коркина со счетом 17-0. И вторая игра на нашей площадке станет, скорее всего, пустой формальностью. В открытом чемпионате Челябинска в дивизионе «Мастер» хоккейный клуб «Маяк Гранит» сначала уничтожил «Энергосталь» 10-0, а затем в принципиальном, но не окончательном противостоянии сумел обыграть «Миас Сити» 2-0. В чемпионате Челябинской области во втором туре озерчане победили «Метеорсигнал» из Челябинска 5-0, а в третьем туре «Политехник» – студенческую команду из областного центра, претендента на один из комплектов медалей турнира. Игра с «Политехником» получилась красивой и напряженной. «Маяк Гранит» открыл счет уже на второй минуте и после двух периодов вел в матче 3-0. Студенты не собирались сдаваться и за 13 минут до конца игры даже поменяли вратаря на шестого полевого игрока. Слабым утешением для «Политехника» стали две шайбы в ворота блестяще сыгравшего нашего голкипера Александра Мыльникова. Игра завершилась со счетом 5-2 в пользу хоккейного клуба «Маяк Гранит» и команда после трех туров набрала 9 очков. Ровно сколько же, сколько и основной соперник в чемпионате – армейский клуб «Звезда» из Чебуркуля. Все нормально, как договаривались, так и играли. Ребята, я предупредил, уже играют полсезона у них прошло, они играют на Россию, удачно играют, пока они вторыми идут. Турниры четыре они провели уже, были хорошие команды, с каждым годом добавляют. Видно, мы с ним всегда тяжело играем. Ну, была установка построже, пожестче поиграть, ребята молодые, как бы, вот, ну, все нормально, игра хорошая была. И наши выдержали тактическую линию, ну, наверное, два с половиной периода выдерживали. Потом немножко, я думаю, так расслабились. А политехник в этой ситуации уже при этом счете наигрывал просто уже, потому что игры еще предстоит много, они играют тоже в разных комбинациях, в разных лигах, как и мы. И вот эта игра в шестером против четверых сильных соперников, ее тоже надо наигрывать, и я думаю, они ее наигрывали. Субтитры сделал DimaTorzok